МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерий, давайте для наших телезрителей расскажем, что такое организованная преступная группа и что такое организованное преступное сообщество. У организованной преступной группы есть определенные признаки, по которым их выявляют сначала правоохранители, а впоследствии эти признаки включаются в обменительный акт, и уже данные лица будут подвергнуты уголовной ответственности уже как участники организованной преступной группы, либо организованного преступного сообщества, что само по себе уже отягчает, скажем так, вину и удлиняет размер наказания. Это понятно, что да, действительно, когда совершаются преступления группой лиц, в частности мы говорим об организованной преступной группе или организованном преступном сообществе, это ужесточает наказание. Но вот в чем разница? Есть такое понятие в уголовном кодексе, как группа лиц по предварительному сговору. У телезрителей здесь понятно, что да, два человека, там, три человека, десять человек, неважно, договорились о том, что они совершат какое-то конкретное преступление и, собственно, и совершают такое преступление. Чем отличается организованная преступная группа от такого, ну, простого сговора, я скажу таким языком? Наверное, такое самое основное отличие, которое можно простым языком донести до наших телезрителей, это данная группа, она, данная группа лиц, да, она объединяется изначально с целью совершения преступлений. То есть эта группа не объединяется для организации какого-то бизнеса, да, ну, честного, прозрачного, регистрирует организацию, да, и объединяется, объединяет активы, нет. Именно отличие таких групп, это организованная преступная группа и организованная преступность, именно объединение для совершения преступлений. Никаких иных действий они совершать не планируют. Для этого они объединяют свои усилия, да, подыскивают в эти группы людей, которым можно доверять, которые умеют там определенные правила конспирации соблюдать, обладают какими-то навыками преступными, да, то есть, если, например, преступление в сфере экономической деятельности, это, значит, могут быть экономисты, бухгалтера, именно нацелены на совершение преступления. Если это в сфере, может быть, каких-то IT-технологий, это сейчас тоже, да, распространено, то это как раз IT-специалисты, программисты, именно, и этих людей вовлекают в эти группы, и все участники понимают, все участники осознают, что они объединяются для совершения преступлений, не важно каких, а именно для совершения преступлений. Иная деятельность не предусматривается в этих группах, иные источники дохода, как правило, они отсутствуют, либо деятельность осуществляется формально и для, так скажем, прикрытия преступной деятельности, так назовем это, действие направлено на укрывательство своей преступной деятельности. Я так понимаю, что одним из признаков является устойчивость состава участников группы, сплоченность их, и, как вы говорите о том, что подыскивают людей, и есть определенная иерархия в такого рода преступных группах, организованных, я имею в виду. То есть, каждое лицо выполняет конкретную свою какую-то функцию. Например, один, грубо говоря, при совершении ряда преступлений, стоит и смотрит за тем, чтобы никто их не обнаружил, если это хищение, кража. Другие непосредственно взламывают двери, вытаскивают имущество и так далее. С точки зрения ответственности, наступления ответственности за совершение преступлений в составе организованной преступной группы, как дается оценка? Я понимаю, что заказание более жесткое, более серьезное, а как конкретно детализировать выполненные функции каждым участникам группы? Или все их деятельности подпадают под единый какой-то умысел, единое направление мышления, единое желание и единое совершение преступления? Алексей, здесь вы правильно заметили о том, что каждый выполняет свою функцию. Однако все эти действия в совокупности направлены единым умыслом на совершение преступления. Даже если один подыскивает оружие и передает другому исполнителю, то он уже участник преступления. В последствии от оружия выстрела, значит, он идет как соучастник убийства, или тяжкие телесные повреждения, или покушение на убийство. И то же самое по отношению к другим преступлениям. То есть действия должны быть направлены именно на совершение преступления. И если они направлены, то все привлекаются за совершение основного преступления участники. Организатор привлекается как организатор. Конечно, у него более тяжелая ответственность. Он распределял, он организовывал, он определял функции, роли соисполнителей. Но исполнители также несут ответственность. И здесь иногда бывает соисполнитель, который подыскивал какие-то средства, инструменты, может быть, автомобили, технику какую-то подыскивал для совершения преступления. Говорит, да я вот не знал. Да, то есть я подыскивал, но я не знал. И здесь не может быть никакого ограничения в ответственности. То есть он совершал преступление совместно с иными. Вот в чем ответственность именно, почему нужно доказывать, что группа действовала именно организованно, или это преступное сообщество. Потому что их отдельные действия направлены в совершение преступления. То есть все их действия направлены в конечном итоге совершить преступление. И это, как правило, трудность иногда доказывания, для чего создаются большие оперативно-следственные группы. То есть это очень сложно доказать. Потому что сейчас используют средства, мессенджеры различные, технические средства. Скрывают разговоры, скрывают переписку. Разговоры ведутся где-то в отдаленных местах. Невозможно зафиксировать. То есть вроде как сложности в доказывании. Но если доказано, что группа действовала единственное, это организованная преступная группа, и каждый будет отвечать за совершение итогового преступления. В целом, получается? В целом, да. А вот эти соучастники, которые такие, вольные и невольные помощники, они должны понимать вообще, что они совершают вот эти действия именно в составе организованной преступной группы. И вот одно дело, когда какой-то пособник, назовем его так, пособник это человек, который помогает в совершении преступления, он помогает и понимает, что он это делает для большой группы людей, для тех, которые объединились для совершения преступления. А если он не знает об этом, то его-то ответственность как будет строиться? Потому что здесь же очень интересный правовой момент. Потому что одно дело, например, когда совершается хищение имущества, и какой-то помощник думает, что идет сейчас хищение имущества, единичный случай какой-то, не знает о том, что 25 преступлений уже совершено. И как его действия будут оцениваться? Как адвоката я вас прошу ответить на этот вопрос. Мне просто интересно, и я думаю, даже многим телезрителям будет полезно знать, как отвечают перед законом люди, которые совершают противоправные действия для других людей. Здесь нужно понимать, что будет в комплексе дана оценка действия привлекаемого лица. То есть здесь следователям будет задача стоять, доказать обстоятельства того, что человеку было известно, что он участник группы преступной, что данная группа создана для совершения преступлений, и конкретно он участвует, какими ни было бы действиями. Это может быть водитель автомобиля, слесарь, который готовит этот автомобиль, возможно, сторож где-то на каком-то объекте, где хранят похищенное, или используют этот объект для совершения преступления. То есть здесь не важно. Здесь именно действия следователя будут направлены на доказывание этого обстоятельства. Соответственно, сторона защиты будет наставить на том, что человек не был посвящен в конечный результат, то есть он выполнял какую-то свою функцию, а в конечном результате не был уведомлен, и может быть даже он не знал о том, что совершается преступление. Но здесь нужно понимать, что этот человек, который будет защищаться, ему нужно будет такие приводить доводы, которые именно железобетонные, как мы их называем, доказательства, чтобы и следователь поверил на стадии следствия, и прокурор на стадии подписания обвинительного заключения, но и если дело вышло в суд, то и суд поверит этим доказательствам о том, что человек действительно не знал. Ведь, как правило, для любого нормального человека, нормального, образованного, развитого, который закончил школу, который учитывает функцию трудовую, семейную, то есть он же умеет распоряжаться деньгами, то есть он не ограничен своей дееспособностью, нет у него какого-то психиатрического заболевания, иногда очень очевидно должно быть, что, например, подыскивается оружие, причем оно подыскивается не в специализированных магазинах, не в специализированных клубах, не у производителя оружия, как правило, покупают охотники, спортсмены, частные охранные предприятия, а именно это осуществляется незаконным путем, то есть в обход законной процедуры. Это уже должно наводить на мысль о том, что совершается преступление. И помимо того, что оно совершается, оно еще и готовится к новому, по всей видимости. То есть и не знать об этом, и не догадываться, нормальный человек не может. Поэтому здесь даже вот эти обстоятельства уже говорят о том, что человек был осведомлен о том, что он участник преступления, и в дальнейшем понимать надо, что если приобретается незаконное оружие, каким-то способом, для чего приобретается оружие? Он же не покупает для того, чтобы оно лежало сначала, оно будет использовано. Значение оружия – это выстрел и поражение цели на расстоянии. Значит, будут впоследствии либо убитые, либо раненые. То есть как можно не догадываться о том, что оружие будет использовано для совершения преступления. Если осуществляет человек поиск оружия, которое не спортсмен, не охотник, не надлежащие процедурой, то есть здесь в любом случае у нас вывод о том, что только это может быть преступление. Поэтому вот и это касаемо любого, любого обстоятельства. Программное обеспечение может приобретаться, какое-то нелицензионное, не у производителя, оборудование какое-то специальное, предназначенное для удаленной работы, какие-то компьютеры мощные. Здесь нужно понимать, что любой предмет имеет какое-то свое назначение, свою функцию. И если используется законно, то никогда не применяются способы конспирации. Не скрываются офисы, не прячутся офисы, не используются съемные офисы без табличек. То есть есть определенные методы, исходя из которых можно понять, что совершаются действия с использованием конспирации. Идет сокрытие. А от кого прячутся? От конкурентов? Я не думаю, что прячутся от конкурентов. Значит прячутся от правоохранителей. А раз прячутся от правоохранителей, значит эти действия уже нужно предполагать, что они противоправны, что они могут быть даже преступны уже. Поэтому человек уже, когда вокруг него это происходит, он сам себе должен задать вопрос, а не преступление ли это, а не участвует ли я в чем-то противоправном. И если человек такие вопросы не задает, а продолжает свои действия, то однозначно здесь будет вывод сделать о том, что он все это знал, он все это видел, он все это понимал, он же нормальный человек. И он продолжал. И в итоге, соответственно, он соучастник. Понятно. Хорошо. Теперь следующий вопрос. Мы разобрались, мне кажется, с вопросом, кто участник, кто соучастник. Как вообще должны реагировать люди на предложение совершить преступление, либо какие-либо действия, особенно поступающие от сомнительных личностей. И если действительно, я с вами соглашусь, если человек раздуманный, если человек адекватный, взрослый, то он изначально должен быть очень аккуратен, осторожен и делать выводы, исходя из поведения его партнеров или исходя из поведения контрагентов, неважно, как мы их назовем. Вопрос следующий. Чем отличается организованная преступная группа от организованного преступного сообщества? Эти понятия у нас различаются и в Уголовном кодексе Российской Федерации, и для наших телезрителей тоже, может быть, иногда стоит это рассказывать, потому что часто в средствах массовой информации, в федеральных средствах массовой информации мелькает о том, что была раскрыта деятельность организованной преступной группы либо организованного преступного сообщества, а люди-то и не всегда понимают, что такое организованное преступное сообщество, чем оно отличается от группы, например, или вообще от группы лиц по предварительному сговору. Что это такое? Ну, наверное, здесь основное отличие, как мы уже говорили, Преступное сообщество – это устойчивость связей, применение методов конспирации, объединение только с единственной целью на совершение преступления. И основная цель на совершение множества преступлений, нескольких, не одного. То есть преступная группа может быть создана для совершения одного преступления. То есть собрались, организовались, совершили преступление, дальше как пойдет. Будут задержаны, привлечены, либо они не будут задержаны. Сегодня, значит, будут задержаны в следующий раз. А преступное сообщество, оно, как правило, характеризуется это вот длительность. Устойчивость такая, знаете, сплоченность связей. Очень такие сплоченные связи в преступном сообществе. И их деятельность направлена именно совершением множества преступлений. Они могут быть различными. То есть, да, вот чем отличается сообщество. У них очень широкий круг, широкий спектр, наверное, такой, скажем, тех преступлений, которые они, как правило, намечают, да, совершают и которые они совершают. Запугивание, вымогательство, значит, участие в какой-то предпринимательской деятельности, да, с использованием преступных схем, с использованием каких-то фирмоднодневок. И, как правило, там совершаются преступления, они цепляют одно за другую. То есть, это, так назовем, множество преступлений, которые совершаются, ну, опосредованно одно за другим и одно тянет другую. То есть, как правило, где нужно, например, надавить на конкурента, применяются угрозы, может быть, вымогательство, какое-то запугивание. То есть это и совершение преступления в сфере конкуренции, и в отношении личности совершаются преступления. Если готовятся к похищению денег из бюджета, да, как правило, изготавливаются подложные документы. То есть именно преступные сообщения, чем они характеризуются, это как раз хорошая организация и нацеленность на совершение вот этих множества преступлений, которые вроде бы начинаются с более мелких и ведут к более тяжким преступлениям. И наоборот, бывает от тяжкого, и для того, чтобы скрыть следы, совершаются более мелкие преступления. Ну да, и я так понимаю, что в преступном сообществе это по сути своей объединение организованных преступных групп. Это вытекает как раз из того объяснения, которое вы говорите. Да, это более широкая сфера деятельности, когда одна группа людей, объединившихся для совершения преступлений, выполняет уже не один человек, а группа, выполняет одну функцию, другая, другую, третья, третью. Это вот можно видеть на примере деятельности некоторых государственных органов, которые уже у нас разоплачены, так скажем, не государственные органы, а их руководители и участники вот этих вот сообществ. В некоторых регионах Российской Федерации, да, были такие истории, когда высшие лица муниципалитетов, либо высшие лица органов, власти, субъектов организовывали преступные сообщества, когда делали так, что одна часть, например, министерство выполняет одну функцию и работает на губернатора, и преступно работает, я имею в виду, на губернатора другая, другую функцию и так далее. То же самое может касаться и муниципалитетов, не важно. Так вот, преступное сообщество, оно более серьезное по отношению к организованным преступным группам. Насколько более серьезное наказание предусмотрено за организацию и участие даже в преступном сообществе? Это очень серьезный размер наказания, это тяжкий состав преступления, при определенных обстоятельствах даже особо тяжким может быть данное преступление, признано судом, и назначены очень серьезные, так скажем, размеры наказания. Это однозначно лишение свободы, конечно, за участие в такой деятельности, но и опять же, да, в зависимости от того, какие преступления совершались. Вы правильно заметили, это как раз чем отличается преступное сообщество? Там работают микрогруппы, такие, скажем, организованные, и определенные группы могут совершать преступления небольшой средней тяжести, да, там, соответственно, у них ответственность будет по отношению к этим преступлениям, а другие могут совершать еще и тяжкие, особо тяжкие преступления, так там лишения свободы вплоть до пожизненных у нас. Ну, такие факты тоже есть, да, когда были, работали группы киллеров, в этих преступных сообществах были конкретные группы киллеров, Запугиватели и люди, которые занимались очень страшными вещами. И там практика это вплоть до пожизненного лишения свободы. Это как государство в государстве получается. Есть государство со своими органами, которые действуют в рамках правового поля. А есть преступные сообщества, в которых также распределены роли. Есть своя армия, бойцы, быки, киллеры, как угодно. Свои финансисты, которые умеют считать, знают, как это делать, знают, где можно заработать денег. Есть руководители. Это такая каста, которая где-то наверху спрятана за многими-многими другими спинами. Иногда, кстати, выступают они впереди, но тем не менее. Ясно. Здесь и наказание должно быть соответствующее. В совершении преступления в составе организованного преступного сообщества наказание очень-очень серьезное. И стоит много-много раз подумать, даже простым обывателям, о том, что участвовать в этом вообще или не участвовать. Следующий вопрос, который касается, наверное, деятельности и вашей практики. Когда-нибудь в вашей практике участвовали вы в рассмотрении уголовных дел, связанных с организованными преступными группами или организованными преступными сообществами? В качестве примера можете сейчас что-то рассказать или нет? Ну, это начальная практика была, наверное, когда у нас привлекали группы лиц за распространение, скажем так, наркотических средств. Это, как правило, это всегда группы. Все члены знают, чем они занимаются. Применяются методы так называемой конспирации, запугиваний, применяются методы каких-то сокрытия следов преступлений. Но все эти преступления рано или поздно они расследуются. Они устанавливаются, расследуются и люди привлекаются к ответственности. Организаторы получают, как правило, больше 40 наказаний, соучастники меньше наказаний и лица, заключившие соглашение о досудебном сотрудничестве, получают еще более, так скажем, мягкие наказания, вплоть до условных. Если человек знает о том, что где-то в каком-то районе, территории, не территории, либо в какой-то организации действует организованная преступная группа, либо организованное преступное сообщество, должен ли он сообщать об этом в правоохранительные органы, либо он может отмолчаться, если на его глазах совершается преступление? Я думаю, что в первую очередь правоохранительные органы должны сами выявлять. У них созданы специальные отделы в уголовном розыске по выявлению организованных преступных групп. Они выявляют эти группы, они должны их выявлять и должны собирать информацию. Как правило, информацию они получают от участковых, поэтому вполне достаточно участковому данную ситуацию сообщить. Я думаю, что да. Но, как правило, граждане вряд ли могут знать о деятельности организованных преступных групп, потому что они применяют методы конспирации, и очень сложно догадаться, чем кто из них занимается. Признаки отсутствия легального заработка. То есть, признаки, ну, мое мнение, что самый главный признак того, что человек ведет все-таки незаконную какую-то деятельность, это отсутствие легального источника дохода. То есть, наверное, это правильно, когда у нас это задают вопрос, откуда деньги на ту или иную недвижимость, на тот или иной автомобиль. Его сейчас задают правоохранительные органы своим сотрудникам, государственным органам, да, есть у нас ряд чиновников, которые отчитываются. И любой гражданин, в принципе, тоже иногда, может быть, надо у него спрашивать, откуда у него денежные средства. То есть, один из признаков деятельности таких организованных – это отсутствие легальных заработков, отсутствие занятости. Как правило, такие люди, они безработные, время безработное, я сейчас нигде не работаю. То есть, ну, такие объяснения. Это вот такие первые признаки, если кто-то вокруг, скажем так, имеет денежные средства, имеет какой-то непонятный, непрозрачный источник дохода. Это вот один из таких признаков. Второе – применение методов конспирации. То есть, да, если это какие-то помещения, гаражи, территории, закрытые, без вывесок, да. То есть, у нас же сейчас всем понятно, налоговая требует наличия по адресам регистрации юридических лиц вывесок. То есть, как раз отсутствие этих вывесок, наличие большого количества видеокамер, каких-то запорных устройств, дополнительных замков, голосков. Это как раз признак того, что в данном ситуации усилены методы контроля, усилены методы конспирации. То есть, ведется такое, скажем, обустройство помещений, в которые затруднен доступ, да, правоохранительных органов. Потому что защищаться от преступников там не надо таких. Достаточно установить сигнализацию, подключиться на пульт Росгвардии, да, если там серьезные организации, действительно там хранят, может быть, материальные какие-то ценности, документы. И этого достаточно, потому что у нас всегда патрулирует по городу вооруженный патруль, и, скажем так, более надежной защиты я не вижу, например, альтернативы. Поэтому в данном случае как раз вот это такие признаки, скажем так, работы организованной группы. Но, опять же, я говорю, наличие имущества. То есть, дорогие автомобили, образ жизни, да, то есть, человек не работает, утром он не идет на работу, с работы он не возвращается, о работе он не говорит, об источниках дохода не говорит, их источник, он непрозрачный, непонятный. Если запросить сведения из налоговой, сведения отсутствуют. Это вот как раз, наверное, одни из тех признаков, которые должны натолкнуть, задуматься, что это за человек. И вполне возможно, наверное, правоохранительным органам начать проверку в отношении человека. Это раньше называлось идти от преступника к совершенному им преступлению. Так работали в свое время ОБОПы. И потом расформировали их, к сожалению. Но это были те управления, которые были как раз нацелены работать не от преступления к преступнику, да, то есть, нет, факт совершения преступления, уже идет к преступнику. Нет, ОБОПы были нацелены на немножко по-другому работать. Они шли от преступника к совершаемым преступлениям. Они выявляли эти преступления. Потому что преступление у нас скрывается, убийство следы скрывается, тело прячется, ну и множество других преступлений, где можно спрятать следы, и оно никогда не будет обнаружено. То есть здесь правоохранительные должны именно работать в этом направлении, идти от преступника к совершаемому преступлению. Потому что сейчас у нас организованная преступная группа, как правило, совершает преступление в сфере экономики. Поэтому и здесь вполне возможно, что от преступника можно прийти, если это действительно организованное преступное сообщество или группа даже, можно прийти и к чиновнику от этого преступника, и к правоохранителю. И куда угодно. Да, да, да. И куда угодно, да. То есть и в какие-то определенные там уровни власти. Потому что сейчас, чем вот эти преступные сообщества, они имеют своих людей, они имеют представительство. Происходит вербовка должностных лиц, правоохранительных органов, полиции. И уже с использованием этих должностных лиц совершаются преступления, направленные на хищение денежных средств из бюджета, значит, из бюджета муниципальных образований, из федерального бюджета. То есть и другие преступления, они, как правило, совершаются в оккупности. То есть здесь уже идет и 285-е, да, там, злоупотребление совершается должностными лицами, потом халатность. И это масса-масса. То есть поэтому здесь, конечно, правоохранители должны идти от преступника к преступлению. Валерий, спасибо вам большое за такую развернутую информацию по специфичному вопросу, связанному с организованной преступностью. Уважаемые телезрители, я желаю вам оставаться всегда в рамках закона. Как всегда, быть очень внимательными, осторожными, аккуратными, сообщать о всех подозрительных фактах правоохранительные органы. Ну и постараться, конечно же, не вмешиваться в деятельность незаконных преступных групп или незаконных каких-то сообществ. До встречи в программе «Рамки закона» в следующий вторник. Продолжение следует...